Здание можно эксплуатировать, оно безопасно для проживания, но нужен ремонт. Речь о жилом доме на улице Корунковой, где 26 июля сначала прогремел взрыв, а затем случился пожар. Тот страшный вечер до сих пор заставляет содрогаться людей, переживших это бедствие. Я с этого подъезда, с 9 этажа, который меня спасали по лестнице, который я еле-еле вылезла оттуда и чуть не вздохнул с дымом. Вся квартира в гаре, в гаре. Там полностью ремонт надо, от пола до потолка на полностью ремонт делать. И все выбрасывать надо. Косметический ремонт в подъезде уже начали делать. Производится побелка стен, вставляются пластиковые окна, восстанавливаются воды и электроснабжение. Главный вопрос, который волнует жителей – целостность конструкций. Дом панельный. От взрыва плиты и лестничные марши имели подвижку. Насколько они надежны сейчас, экспертную оценку проводил заведующий кафедрой промышленное и гражданское строительство Ульяновского политеха Владимир Корсункин. Да, продолжение эксплуатации помещений при наличии соответствующей инженерии, они, да, возможно, угрозы. То есть свет в воду в сторону? Да, да, да. То есть находиться в подъезде сейчас безопасно? Да. Находиться в подъезде? Ну, не комфортно, но безопасно. В каждую из пострадавших квартир, а их 36, придет оценщик, чтобы составить акт о причиненном ущербе. Напомним, основной причиной ЧП по-прежнему называют взрыв самогонного аппарата. Изготовитель алкоголя и его семья погибли. Подробнее о ремонтах в доме на Корунковой расскажем в вечернем выпуске новостей. Продолжение следует...